У нас в картине много овши. У нас в картине есть черноты. У нас есть розовости и опять же черноты, охра, белила есть. Берила делает все это плотным, так оно шло прозрачно и теперь ложится плотно. Снова черноты, розовые, охра. Наращиваю красочный слой, с которым буду работать в том числе мастихином, а может быть только мастихином. Сейчас буду смотреть по обстоятельствам. У меня квадратный формат. Малое количество взял вещества. Кончиком мастихина набиваю блики. Вещество на кончик и делаю короткий квадратичный сегмент. Опять же на кончик. Теперь с желтым и внутрь белый. Белый, потом желтый, потом разбил бирюзы, появилась сиятельность. То есть, если бы здесь был белый и без желтого, такого сияния бы не произошло. Белый, потом разбил бирюзы. Белый, потом разбил бирюзы. Белый, потом разбил бирюзы. Так, человечки. Белый, потом разбил бирюзы. Они ростом с машины, как обычно. Сначала стоит создать как бы пятно. Потом в этом пятне увидеть, допустим, зонт. Белый, потом разбил бирюзы. Белый, потом разбил бирюзы. Белый, потом разбил бирюзы. Бирюзы. Степень тёмности тоже, конечно, нужно соблюсти. Они не черны, они всё-таки. там даже две фигурки между собой каким-то образом общаются еще один зонтик и 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 Так, и, наконец, провода. Чтобы провода провести, испачкиваю, стираю лишнее. Так, и, наконец, провода. Вот эти столбики, на которых это держится, не буду рисовать, потому что я не вижу всерьез их конструкции, и так понятно, что провода. Так, ну, в общем, близко и того. Так, ну, в общем, у ногу. Так, ну, в общем, я буду рисовать. Пробуйте эту тему, очень хорошая, тем более, что вы из окна своего автомобиля можете такого нащелкать в подобную погоду, тьму сюжетов и писать, писать, писать. Желаю успеха!